Когда мы шли в таверну планировать освобождение оставшихся выживших членов моей семьи, нам, моему отряду, перебежала дорогу черная кошка. Что ж, опыт показывает, что подчинять свою жизнь знаменем редко бывает мудро. Я планирую убить их с помощью джавелинов. Джавелины есть. Отлично. Выдвигаемся. Наконец-то вы здесь. Перед нападением мне нужно кое-что вам сказать. Нужно действовать хитро. Гальтер тот еще пройдоха. Я уже побеждал вас и знаю, как действует ваша банда. Меньше разговоров, больше действий. Погнали. Да, это правда. Ведите нас. Так. Путешествие по склонам гор. Вы видите вершину, на которой сохранились руины древней крепости. Вы видите вокруг вооруженных людей. Прислушавшись, вы улавливаете обрывки разговоров о набегах, выкупе и удобных местах для нападения на путников. Ждем ночи. Слушай, ну неплохо. Прибыль за день 491. Полтысячи. Считайте. Неплохо. Время тикает. Бабки качаются. После длительного ждания вы находите хорошую возможность незаметно подобраться поближе под покровом ночи. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Горец-то без всего нафиг нам нужен. Лучше дать вландийского арбалетчика. А на оставшихся мне никого не хватает. А что это с кузнецом с нашим? А, только одного спутника могу взять. Ну ладно, тогда вот так вот. Нормас. Десять человек. За мной. Так, и надо им строй более рассыпной дать. Что-то они тут как-то выбираются странно. А, вот. Так, линия и свободный строй. Ну и, естественно... Так, огонь по усмотрению. О, чтоб они могли стрелять. Ну, копьем я уже убивал. Они же идут за мной. Да. О, уже даже в кого-то целятся. Слушай, а у меня хп это неполное. Ну да ладно. Непрокаченные арбалетчики, конечно, те еще мазилы. Он даже понять не может. Шо такое? Шо такое? Все. Ну-ка. Хедшот на 219. Неплохо. Подбираем наше. Не, ну а шо метать-то? Опа. Хедшот. Надо один оставить, не метать. Ну-ка. О-хо-хо-хо. 163. Вот это попадание в хедшот. Смотрите, как он красиво повис. Смотрите, как он красиво повис. И в башке у него. Ох ты, блин. Как они мансят. Ой, что-то их тут до хрена. Без потерь. Вот он. О, блюдки. Вы родичем о их пленниках, да? И с вами там Родогос. Вы в курсе, что ему нельзя верить? Он привел нас сюда. Где мои братья и сестра? О, хватит болтовни. Пора с этим кончать. Кто-то из нас сейчас умрет. Для меня будет честью сразиться с вами. Мои люди отступят, если вы победите. Хорошо. Я всегда сражусь с вами на дуэли. Давай. И с помощью вот этой хрени попробуем. Ё! О, Борис! Сука! О, кто еще? Так. Разбойник с большой дороги. Ну, а остальных на продажу. В рабство. Ха-ха-ха. Штандарт неистовства. Повышенный урон в ближайшем бою. Кстати, полезная штукенция. Гальтер. Мне интересно, они по сюжетке что-то новое добавили. С тех пор, как я уже миллиард раз все перепроходил. Мы можем все обсудить. У меня есть для вас пригрышная серебра. Вы сказали, что от разговоров нет толку. И вот теперь Родогос ваш хозяин. О, Родогос, когда нет Гальтера. Зима, день пятнадцатый. Я люблю тебя, брат. 1085 года Гальтер был казнен. Флоки, я знал, что ты придешь. Хвала небесам. Брат тебя. Ничто не остановит. Люблю тебя. Хорошо, что вы живы и здоровы. У вас все хорошо? Да, мы в порядке. Малыши перепугались, но это ничего. Нужно побыстрее убираться из этого ужасного места. Они отправятся со мной в ближайшую крепость. Там они будут в безопасности. Встретимся там позже, когда вы будете готовы. Что вы все мне рассказать? Ладно, брат, береги себя. Как только вы покидаете Укрытие, Родогос подходит к вам поговорить. Что ж, похоже, мы вернули ваших родственников, и моя часть сделки выполнена. Позволю себе откланяться. Кстати, пусть вас не терзает совесть. Я не собираюсь снова заниматься работорговлей. Слишком много бывших коллег теперь имеют на меня зуб. Я найду иной способ заработать себе на хлеб. Может, стану наемником. Вполне возможно, мы с вами еще встретимся. Ваши люди убили моих родителей, и вы действительно считаете, что сумеете избежать наказание за это? Возможно, прощай, Родогос. А если вот это вот, то это что, значит, что я его прям убью, или просто... Ну, это же не означает, что я его убью. Я его отпускаю, раз мы договорились, конечно, но просто мне интересно. Я надеялся на это. Не собираюсь вас уговаривать. Покончим с этим. Пожалуй, спасение моих брата и сестры подарило вам жизнь. Можете уходить. Кстати, так, да. То же самое. Так, окей. Я сдержал свое слово. Хоть мне это и было тяжко. Ну-ка, интересно, а что же у нас теперь в квестах? Теперь только один квест. Узнать больше о безумстве Неретсиса. Ух ты, как у меня все прокачалось. Ого. Тут интересный перк, по-моему, новый. Такого раньше не было. Но грузоподъемность ювичных животных, конечно, хотелось бы. И лучшие условия покупки и продажи верховых животных. Это для пути торгаша очень круто было бы. Но пешие воины при нахождении в седле повышают скорость передвижения вашего отряда на 30%. Это очень круто. И плюс 10 к урону от скорости, который наносят всадники вашего произведения в ближнем бою, тоже очень круто. Вот это вот, конечно, возьму. Еще интересная, значит, выносливость при использовании ремесел восстанавливается на 50% быстрее. Но это фигня, можно подождать, ничего страшного. Максимальное число пленников в отряде на 5 и вероятность их побега на 10. Но тут есть другое. Вероятность убеждения слегка повышается, повышает размер отряда на 5. Наверное, вероятность убеждения я возьму все-таки. И вот одно очко у меня есть, могу его что-то прокачать. Наверное, я прокачаю в кузнечку, потому что, ну вы поняли, постоянно играл без кузнечки, я это заслужил. Как никто. Так, а это что такое? А, это вот как раз они появились на свет. Это сестра, я так понимаю, мне нужно ее сформировать. Сейчас подумаю, кого из нее сделаю. Так, ну из всех мне больше нравится подручного, потому что это качает хитрость. И она как раз отвечает за автоматические битвы, если она будет вдруг сама управлять каким-то отрядом и везде ездить. Пришло отправить ребенка в дальнее путешествие, и вы решили, что ей подойдет роль подручного. Подручной Луизы на Лизе. Перед тем, как Айтин ушла, вы попросили купца позаботиться о том, чтобы она научилась, наверное, планировать путешествие. Потому что управление, насколько помню, тоже повышает размер отряда. Так что, да, еще, конечно, лидерство тоже интересно. Но, по-моему, управление повышает размер отряда. Так что, пускай. Вернувшись, Айтин рассказала вам, как она смогла возглавить стражу. Это помогло ей развить следующий навык управления. Отлично. Так, и еще один. Ну, тоже. Вы не часто бываете в своем поместье, но при каждой встрече напоминаете фарок о пользе развития таких качеств, как... Пусть будет острота ума. Однажды ребенок спросил вас, какие навыки важнее всего в жизни. Вы назвали тактика. Пусть будет тактика еще раз. Проводя время с этим мальчиком, вы заметили, что он особенно преуспевает в таких навыках. Как езда верхом. Бонус. Отлично. Так, штандарт. Да, я беру себе вот этот вот новый. Он по-другому даже выглядит. Я тут роскошные кольчужные рукавицы, оказывается, все выбил. Неплохо. Шлем защиты лица. Тоже полезная штука. Роторду кузнецу отдам. Старое знамя вот это. Так, ну все, мною родную продаю за 2000. Ох ты, я повысил уровень клана. Теперь 52 человека могу, кстати, содержать. Шутки шутками. Они неплохо. Ну что, попробую арбалет. Я даже не знаю, получится ли им... Как бы... Но... Но давайте попробуем. И, кстати же, почему бы арбалет и не дойти вот этому кузнецу? Че он просто так пропадает. Человек. Так, Рэджи из Южной Империи объявляет войну с Султанату. Я пока не готов с Южной Империей конкурировать со своим жалким отрядом в 19 человек. Так, я могу фианов понанимать, поездить заодно. Тут еще попрокачивать кузнечку. Однозначно, в Утелайме и Сиордос, вот в этих двух деревнях, на востоке от... Прошу прощения, на западе от Эпикара Атеи, есть фианы. Я к тому, что вот и поехал дальше. В Эндурн и Суэрен нету этих фианов. Для тех, кто не в курсе, это суперэлитные лучники. Их потом можно будет прокачать вот в таких хлопцев. Огромное количество урона, двуручное оружие. Ну, в общем, крутые. Самые лучшие стрелки в игре. Наградой победителю станет посланник. Это что-то такое. Ну, тут турнирчик. Ну, давайте поучаствуем, заодно узанаем. Так. Что, давайте уже ставить бабло буду. А, ну тут это я справлюсь. О, вот это поинтересней. Тут уже два на два. Точнее, два на два на два. Ротарт-кузнец, что же ты делаешь? Нормас. А, тут два на два на два на два. Даже четыре команды оказалось. И мы сейчас фокусим какого-то бедного чувака. Избавлюсь. Чувак оказался здоровым. Все, отлично. Ну, выигрыши, кстати, небольшие. Че, 690 я всего лишь получу. Атлетики не хватает, чтобы... А вот это вот херово. Финал. Ну, это... Да, выигрыши мало, даже вот когда ставишь деньги. Совсем прям. Так, ну я получил уровень и выиграл. Че это я за посланник это получил? А, это меч какой-то. Ну ладно. Не, потом из этих будут тоже всадников делать. Не знаю, что им меч будут давать. Всего лишь четвертый класс оружия, ничего особенного. Но, кстати, я почему-то разблокировал себе крутую имперскую... Имперская строевая лошадь. Это, конечно, не самая лучшая. Да, слегата я еще не дотягиваю. А езда верхом там больше требуется. Но, тем не менее, уже значительно лучше, чем то, что у меня есть. Даже ее не может использовать мой этот самый компаньон. Ну, ничего страшного. Нормально, в общем, купил. Я надо на нее сбрую. То всех одеваю, а сам как лох. Так, вот это вот нормас. Ну и ботиночки заодно. Слушай, денег я, конечно, очень много потратил. На самом деле, я продам этого послания и к нафиг. Так, уровень, уровень. Чтобы все, вкусничку я все перки вложил. И, наверное, еще выносливость прокачаю. Потому что, в любом случае, мне и атлетичность нужна. И тут как раз езда верхом. В общем, одно к другому. Южная империя. Это Рагея. Мне кажется, жалко Рагея. Ну, ладно. Опаньки. Не понял. Глава фракции империя. Не понял. Империя. Малая фракция. Это ладно. Так, империя Гарри. Ну, Гарри, ладно. Люкон. Мастер из клана. Это малая фракция. А, Рагею переименовали в Реджио. Вот она, империя. Леди. 44 года. Понятно. Так, наверное, я прокачаю вот эту вероятность 10%. Создать качественное оружие при соблюдении требований сложности. Выполненные заказами улучшают отношения на 2, но это фигня. Потом, когда полностью прокачаюсь, ну или там в значительной мере прокачаюсь, могу сбросить перки у, опять же, владельца арены и получается перераспределить вот эти вот какие-то вероятности, если я там последнюю суперкрутую все равно прокачаю, на то, чтобы больше ресурсов получать. Но пока вот так вот. Пипец, что я сделал? Сказал я и прокачал не то, что нужно. Ладно. Давайте заодно туда посмотрим, как работает. То меня спрашивали в комментах перераспределение на оленя. На оленя. Так, на оленя, да. Так, мне надо сбросить, сбросить. Он меня грузит чем-то? Вот, тут даже по-английски. Для меня нужно сбросить навыки. Да ладно! А! Во, выносливость. Я хочу кузнечное дело сбросить. 4 тысячи. Вот, нормас. Мне нужно помнить, что он к настройке другого навыка. Это как? А, это типа сбросить. Нет, все остальное нормас. Вот так, в общем, сбрасываются навыки. Я вам показал. Да, это гайд. Да, это я так спланировал специально все. Вот, да. В общем, все вверху прокачал. Отлично. Так, пожалуй, я покину. Если вы откажетесь из своих владений, отношение к вам королевской, знаете, ухудшится. Уверен, хотите покинуть королевство. Я хочу покинуть, да, султанат Осираев. Что-то у меня не лежит душа за Осираев. Не в обиду Осираем сказано. Так, еще в одном турнире участвую. Тут в награду даются какие-то рукавицы. Отлично. Имперские украшенные рукавицы. Они хуже, блин, чем те, что у меня есть. Отдам их вон этому кузнецу. Просто пусть мне другие предложения лучше поступают у Наймия. Прибыл гонец от Арвы с предложением руки и сердца для Ниасана. Глава клана Банус Саран прислал гонца. Он предлагает устроить брак между Арвой и его клана, и Ниасаном из вашего. Они могут составить хорошую пару. Вы согласны? А почему мне не дают в энциклопедию откатиться? Я не знаю, надо принимать это или нет. Ну, типа, я потом могу еще выгоднее его. Ладно, давайте пока откажусь. Вот это Арва. Слушай, они неплохая, блин, зря отказался, да? Коварная, правда, но ничего. И клан у них вроде ничего. Богатый клан, блин, из-за Сираев. Что-то Сираи меня полюбили, почему так? Ну, ладно, не для тебя красная ягодка цвела. Это Унтерия. Я с ним могу поговорить о безумстве Арны Рецеса. Мир тебе. Так. Расскажите. Да, Дертерт отправил меня вместе с отрядом арбалетчиков. Рыцари заметили целую орду осирайской легкой пехоты, рассыпанную по долине, и пустились в атаку. Те не ожидали наступления и были разгромлены. Но затем в отдалении показался отряд хузаитов, которые принялись обстреливать рыцарских лошадей. Это была очень успешная тактика. А потом показались мы. Пока мы сражались с конными лучниками, все шло хорошо. При прочих равных пешие воины могут стрелять не хуже, а то и лучше наездников. А нас было намного больше. Они начали проигрывать битвы и поскакали прочь. Рыцари пустились в погоню, и вот тут-то и начались неприятности. Имперские катафрактарии появились в своей броне с головы до пят и с лошадьми, тоже покрытыми броней. Они не обратили внимания на стрелы и пошли прямо на нас. Мне удалось сбежать, и больше я ничего не знаю о той битве. У короля Дертерта был неплохой план, но его не послушали бароны. Ингальтер, Элдрик, все они, я благодарю вам. Вестник рассвета какой-то приз за турнир. Но я, конечно же, не могу пропустить это. Ой, а ротор до кузнеца сразу. Но будем считать, он нанизался своим лицом на... Давай, нанизывайся тоже. Вот видите, другие не так нанизываются. Ингальтер, Ингальтер. Верный. Сука, верный человек. Верный человек, без тщеславия, я хотел сказать. Нет, 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 не меня. Прямо тут много команд, в каждой по четыре чела. Давай, давай, ой-ёй-ёй. Все на этого чувака. Чувака. О, а эти в одной команде. Синие остались. Ну, все. Да ладно тебе. Кто-нибудь. Молодец. Так, еще одно. Ах ты, падла. Да, они же нашего пехотинца. Там сейчас... Они все живы. Чего за херня? Эй, я же говорил, что так будет, блин. Они что, не убив... Вы что, блин, я один остался? Опа, хэт-трик. Так, тихо-тихо. Тихо-тихо. Нормас. Ох ты. Необычный турнир. Ах ты, сука. Спасите. Сестра меча. Фух. Ну, тут уж ладно, я справлюсь. Вестник и расцвет. Это просто имя меча такое мажорное. Я въезжаю на дикие земли. Асирая. Кстати, у меня тут есть королевский страж Бенизеля. Это какой-то элитный... Хотя не такой уж он и элитный всадник. Нафиг он мне нужен. Королевский, блин. Нет, вот... Катафрактарий, да. Ну, катафрактарий я оставлю. Так, ну что, арена Дома Асираев. В своем репертуаре. Ой. Йо. Да не меня бей, сука. Вот этих бей. Ааа, блин, да выебил. Так, ладно, ладно. Меня пропустили в следующий раунд, потому что я на втором месте был. Нормас. Ну, тут я справлюсь, думаю. Ну-ка, метание на дальней дистанции. Опа, отлично. Супер. Какой-то бронзовый, блин, чешуйчатый хрень я получил на продажу. Заодно я вам сейчас, если все... Если все будет нормально, вам покажу торговый маршрут по... По лошадям. Так, султан Ункет. Я желаю вам мира, только вот узнать бы, кому именно я его желаю. Я флоки, бла-бла-бла, расскажите о битве при Пендрайке. Это была трагедия, которая омрачила жизнь всех великих семей Кальрадии, даже нашей, хоть мы и были так далеко от той битвы. Мы прослышали, что империя начала войну с Устургейцем, или, может, они пошли на нее войной. Мне казалось, у нас нет шансов в этой сфаре, но молодой и пылкий герой Нимр из банни Саран попросил у меня разрешение взять нескольких юных воинов, жаждущих славы. Империя на некоторое время оставила нас в покое, а Анарецис прилагал серебро, так что я подумал, почему бы и нет. Пусть помогут империи. Ох, надо было подумать еще раз. Ведь когда речь идет о войнах, лучшее решение держаться от них как можно дальше. Нимр отправился сражаться и прославил свое имя, но часть его людей убили, особенно пострадали бану Килд. А он преисполнился гордыней и высокомерии, и тогда это стало началом великой вражды между Саранами и Килдами. Но пусть кто-нибудь другой расскажет оставшуюся часть истории. Я, кстати, вот вам все это читаю, читаю, а что так лайков мало, комментов мало, блин. Я в прохождении своем, которое стало самым популярным прохождением на русскоязычном ютубе, там 973 тысячи просмотров, там когда-то миллион он наберет, не суть. Самое популярное на русскоязычном ютубе, то есть это, ну, больше просмотров у меня, чем даже у многих каналов, которые проходили Баннерлорд, у них по миллиону подписчиков. Так вот, я в том прохождении специально его пересматривал, думаю, блин, чё ж такое? Чё я там такое сделал гениальное? Я там нафиг всех посылал, блин, не читал эти все задания, вам говорю, блин, это и так сойдет, блин, я это уже читал миллион раз, не буду читать, сами ставьте на паузу, читайте. Это не буду читать, сами читаете, блин. И люди там возмущаются, пишут, блин, ты он постоянно сами, да как это мне, подписчику, мне, зрителю, говорю, чтоб я читал, блин, чё ж ж ж, это возмутительно. И самое популярное прохождение получилось в итоге. Здесь я, блин, читаю все сам, жопу рву, понимаешь, а лайки не ставите. Так, ну это, я, конечно, шутка, это не в этом дело. Так, запросить вход в замок, Арва, давай жениться. Ого, незнакомое лицо мира, как вам зовут? Да, это она, ну-ка. Ну только не я на ней буду жениться, я попробую опять эту битву при Пендрайке, не, не может рассказать. Хочу обсудить. Так. Взаимовыгодное предложение. А чё, я её не могу? Я с ней ничего не могу заключить. Раньше, кстати, можно было динары дать чуток, и типа, а это прокачало обаяние, а ну-ка. Это просто отношения улучшились. А, обаяние всё равно прокачалось, нифига себе. Ну-ка, а если ещё дать? А, мы совсем недавно поторговали, чтобы не обузить, понятно. Чё-то я не могу этого. Ну, надо, видимо, её отца найти. Опа, катафрактария таки убедил примкнуть ко мне. Ну-ка, у него статы какие. Да, вот это я понимаю, езда верхом 200, древков 260, наручен 200. А у того лоха, который королевский якобы, там 100, блин, была верховая езда. Да, сравните. Ну, то есть, тот, конечно, тоже крутой, блин, для такого начального отряда. Но, блин, с этим не сравнится. У меня отряд небольшой, так что лучше всё или ничего набирать очень крутых, либо никого. Слушай, у Асераев что-то не имя, только... Ну, раз, всего раз. Так, Адрам, ещё Асераевский тоже... Можно с ним поговорить. Так, расскажите о битве. В истории Банниссаран никогда не было более славного момента. Нимор, самый храбрый и отважный из сыновей нашего клана, повёл большой отряд асераевских воинов, и меня, в том числе, добывать славу и золото на войне с империей. И когда мы увидели ботанских лучников, спускавшихся с холмов, Нимор был на готове. Он отдал приказ, и мы подняли щиты над головами, чтобы защититься от дождя и стрел. Потом бросили во врагов свои дротики и устремились на них. Им быстро пришёл конец. Затем подоспели вландийские рыцари. На нас напали с двух сторон, а император, который мог послать людей нам на помощь, медлил. Возможно, он хотел, чтобы лучшие из асераев умерли, а народ наш ослаб. Но это предательство пустяк по сравнению с тем, что уготовили нам наши собратья из Бану Килт. Нимор вернулся, обретя заслуженную славу. Он понравился одной из дочерей Бану Килт, и они стали встречаться втайне ото всех, как это иногда бывает в юности, особенно у героев. Но действия Нимора задели гордость клана Килт. Они похитили его, убили и выставили на всеобщее обозрение в клетке на рынке. Мы простим и империю, и вландийцев. О Бану Килт же? Лучше даже не спрашивайте. Так, подожди, я с ним не закончил адром. Так. О, я предлагаю обидеть нашей семьи с помощью брака. Ниасана. Мы подыскиваем подходящую пару для Арвы. О, как раз. Давай, ну просто я хочу посмотреть. Ну и чё? Ниасан вступит в брак с Арвой. Так. 22 тысячи я теперь должен? Ладно, хрен с ним. Подавись. Ну и чё? Ниасан женился на Арве. И чё теперь будет? Мы недавно торговали. Ну да, выгодный бартер. Ниасан женился на Арве. Ниасан женился на Арве. Горько. Весна, день 11, 1086 года. Арва и Ниасан заключили брачный союз. Ну мне интересно посмотреть эти сценки. Я их впервые вижу. Значит там мои флаги и флаги дома вот этого Асераев. А союз, мне он чё дал этот союз? Мне он чё дал конкретно? Так, флоки, абьюзер. И чё, Арва, Арва. Ну член моего клана получается. И шо ещё? Она же обанкротится сейчас. У меня клан, богатство бедное. У меня нету ни одного этого. Ялас. Пожалуйста. Караван Галаза. Вот, Роган Странница. Так, подожди. А, это она прокачала торговлю, моя торгашка. Ну, я её потом переквалифицирую в отряд, потому что, когда я, если я с кем-то начну воевать, эти караваны начнут все долбить. И, так что вот это я возьму продажу снаряжения. О, так я не Асана, не вкачал, я могу его прокачать. Тоже ему прокачаю вероятность обзавестись с детьми, плюс 30. Очки однозначно его вкладываю в тактику. В принципе, нигде мне все три навыка не нужны, кроме, наверное, интеллекта, который я ему замакшу, потому что там и инженерное дело, и всё остальное тоже нужно. Ну, на втором месте, наверное, я не знаю. Ну, здесь вот мошенничество у него не будет прокачиваться, скорее всего. Так же, либо социалку ему прокачать. Давай социалку, пускай. Ну, ещё шесть навыков оставлю про запас, потому что я ещё не разобрался. Чезоновая система с луками и с арбалетами, пока непонятно, что лучше. Так, у Аровы, кстати, всё прокачано. И доспехи у неё ещё и шикарные. Я мог бы, кстати, побеспределить, снять с неё доспехи и забрать себе, но не буду. Потому что я порядочный человек. Так, ну, собственно, я вам обещал показать штуку с заработком. Закупаем в деревнях у осераев всяких, ну, этих, лошадей там. Я не знаю, на счёт, кстати, верблюдов. Давайте тоже попробуем их закупить. Блин, уже 20 тысяч, зараза. Что-то много, но, в общем, это не основные. Вот это Малулит такое себе. Ладно, едем дальше. В Ливасе закупил лошадей. В общем, везде, где производят лошадей. Но я вам сейчас более хорошее место покажу. В Хунаби закупил. Вот, вот самое крутое место. Это близ Аскара. Здесь Байт Хатив в самом Аскаре. В Вадаре, в Барихале. Вот здесь вот обычно закупал лошадей. Ну и сейчас здесь их довольно немало, так скажем. Тоже закупаю. Кстати, ещё довольно много лутеров бродит у Осираев именно, так что можно их... Тут это... Ух ты, суши. Вот здесь сейчас у меня лошадей-то будет впритык. Шутки-шутками. А, уже недостаточно денег. Ну вот этого Аскарата очень много, на самом деле. Так что я, наверное, его две штучки закуплю и всё. Ну вот, можно было бы ещё в Вадаре и Барихале, но вы поняли, у меня просто денег нету. Допустим, что я везде здесь закупился. И теперь мы едем вот сюда. Едем мы... Ну, вот в Саргат, в Пенканек, в Дунгалис, Оксхолл. Вот сюда вот. Здесь будем где-то продавать у Вландии или у Ботании. Ваши отношения с... Что-то халяли этим бану улучшились. Типа, что он сделал-то? Брат мой там кому-то помог каким-то квестом. Они что, ездят? Разве как находятся в... Нет, не Асен находятся. Айтин нах... Ожидает, ожидает. Но они ещё мелкие. Арва в замке Меденя. Но замок же мне не перешёл. Чё? Да, не перешёл. Ну ладно, пусть пока там тусуются. Так, у меня торговля вообще ноль. Вообще ноль. Сейчас вот мы посмотрим, начнём продавать. Ещё бы, блин, помнить, за сколько я... Чё там, кого покупал. По-моему, Аскарата я покупал... Да, вот так вот. Ну-ка. Да ладно. Не понял. Так, а боевой верблюд у них тоже тут, что ли? Вообще непонятки. А, ну прибавляется. Ну-ка, 25,88. Ну-ка. Всё равно 25,88. Жесть. Ничего не прибавляется. Ладно. Чё-то они с торговлей намудрили. Тогда поедем ещё дальше в правент. О! Наконец прибавил. 25,517. Это я в правент продал. Ну-ка, давай-ка вот так вот. Чё-то 25,517. То есть, может, тут надо несколько единиц продать, чтобы оно апнулось? Я, конечно, не знаю. Чё-то теперь-то всё равно не апается. Интересно. Может, на определённую сумму надо натрейдить? Ну вот, торговля прокачалась в Ровальте. Интересно, конечно, сразу на 3 причём. Любопытка. Ну вот эту на Зави я буду продавать. И вот эту, наверное. Да. Прибыль за день 826. Неплохо. Почти 1000. Ну вот, для сравнения. Прибыль на мастерской плюс 158, а караван плюс 805 даёт. Надо, конечно, первый самый перк на торговле прокачать. Наверное, с ним было бы попроще сразу видеть подсветку цен. Типа, потому что я по памяти, ну, не помню, чё, где выгоднее продавать. Так, какой-то выиграл баранью набушку. Немножко с поддоспешником. На единичку только лучше. Старую отдам-то этому кузнецу. Можно, конечно, попробовать через товары вести дела. Я просто могу на глазок, потому что так мне лень посмотреть, чего нет у Осираев, каких ресурсов. Блин, зерно у них есть. Ну, чё-то у них должно не быть. Как я увидел, вроде бы у них стали нету. Не знаю. Поможет это, не поможет. Вот у них есть, это серебро, это не сталь. Отжало стурги, короче, у Ботании. Вот этот замок с деревнями. Так, ну тут ещё один турнир. Приз, шлем кочевника. Ну ладно, попробуем. У нас тут замес. Пегас. Садников. Ух. Давай сюда, чёрный пегас. Вот теперь заживём. Да ладно, я лукарь. Там было три лорда на этом турнире. То есть, вот этот шлем кочевника. Ну, он, кстати, неплохой. Правда, он, конечно, бесючий. Немножко. Ну ладно, пусть будет. Ну, я тут ещё в нескольких турнирах участвую. Я вам не все показываю. А то вы взводите от обилия, так сказать, турниров. Но, я думаю, смысл вы уловили. Я тут, кстати, второго Салегата выиграл. Ну, супер, лошадь за 14 штук. У меня, кстати, езда верхом, получается, уперлась. Ну-ка, о торговле. Ну, торговля так. Я, наверное, прокачаю, как это ни странно, разведку. Потому что там много бафов на скорость передвижения. Я хочу побыстрее по карте передвигаться. Ух ты, 20 Пугео, джекпот в Артисии. 20 Вилл. Прям джекпоты, слушай. Лотков 20 и 27. Сейчас наразбираю их. Ух, как. Так, в Атлетике прокачиваю 4% к урону любым вашим оружием ближнего боя. Плюс 2% к урону, который наносят воины вашего подразделения в рукопашном бою. Мелчи приятные. Ну, давайте не в Каязе торговать, а вот как раз в Аскаре. Потому что там он подальше находится. Надеюсь, там никого металла вроде бы нету. Так, ну что, займемся продажей. Я даже не знаю. У меня огромное количество стали. Потребуется ли она мне потом, наверное. Давайте начнем с железа. Ну-ка. Ни хера не прокачивается. Железные руды опять ни хера. Да вы прикалываетесь. А если тут супер сталь, тоже ничего. Но это жесть. Все-таки тот Кассиан, который я выбил, он оказался топовее всех остальных лошадей. У него все зеленые статы. Больше урона при столкновении. У этих там по 24. У него, кстати, намного больше. А стоимость у него на 100 всего дороже. Может зерно им затрейдить, господи. Тоже нет. Мата-потрошительница. Ваше лицо мне не знакомо. Меня зовут Мата. Можете поспрашивать обо мне. Вам все скажут, что я поддерживаю порядок в этих подворотнях. Да, я слышал о тебе. Я против тебя ничего не имею. Просто лезть в мои дела, я не буду лезть в твои. Местная гопнется, короче. Так, кузнец получил левел. Вкачал ему кузнечку. Опа, клинок разблочился. Поздравьте меня от третьего левела. И все, теперь начнут вот эти вот сталь расходоваться. Все, рукоять третьего левела. Пошло дело. Так, ну стоимость, если честно, такое себе. Ладно, посмотрим. Что-то она на 1000 всего выше. Конечно, неплохо я поднялся. Но, блин. Опа, какой у меня меч там сейчас будет доступен охереть. У него длина больше. Но сейчас мне надо отдохнуть. Нифига. Пока что цена такое себе там. Ну, на 1000 всего выросло. А, тут уже денег, что ли, не хватит торгаша. Ну, можно, кстати, лошадей начать закупать. Ну вот, меч полностью третьего уровня. С вот этой вот искривленной уже около 6000. Стоит уже поприличнее. В ваш инвентарь добавлен приз, выигранный Ротордом Кузнецом. Нихера. То есть он, если побеждает на турнире, то мне добавляют то, что он выиграл. Вот это я офигеть. Смотри, шлем почти как его. И 550 стоит. Вот это он дал. Ну что, надо его наградить, может быть. Чуть-чуть ему получше, во-первых, животное дать. А то у меня какое-то грузовое. И, конечно же, сбрую. Мне для него даже не жалко за 18 тысяч вот эту. Пику ему какую-то дал. Ну и можно ему броню на тело, чтобы вот такой красивый был. Нифига себе, я в него 40 тысяч вложил. Гораздо больше, чем он выиграл. Блин, во сколько? В сотни раз. Тысячи. Слушай, может я съезжу, возьму в отряд этого и брата, и вот эту вот его женушку. А то что они как неродные. Опа, арва. Взять героя в отряд? Отлично, она теперь со мной. Ну-ка, что там у нее? Слушай, смотри. Водарский скакун, шестого класса лошадь. Супер броня. Латные сапоги, пластинчатый тенарь, роскошь, чешуйчатая броня, чешуйчатый, ну короче топ броня, знамя топ. Скорость передвижения воинов 0.5 повышает. Хотя знамя не топ. Ну, может тут и нет топовых знамей, но неважно, кстати. Хотя, она, кость, косян даже немножко хуже, чем то, что у нее. Но да ладно, там он зато дамажит лучше. Очень крутое. Ну, копье, хотя вот у нее лоховской откровенный щит, но это мы заменим. Чтоб у нее слабых мест не было столько. Потому что щит здесь очень важен, конечно, в игре. Кстати, странно, в том же, в той же соналии, вот эти аскараты уже написано дороже стоят, чем то, где я их покупал. И что, если я сюда их продам, я в торговлю вкачаю, что-то нихрена. Знаете, что я подумал, я буду покупать еще другие типы пищи, чтобы управление качалось. Ниасен здесь, отлично, тоже взял его в отряд. Плюс 30 к влиянию от битв, лучше раньше это взять, быстрее буду прокачиваться. Потом, если что, можно сбросить, перекачать. Так, Ниасен, Ниансен бомж. Но он может на Салегате восседать. У него ботанская лошадка. Галли, мы, конечно, дадим брату Салег... Короче, вы поняли. Ну, у меня ничего Арви не влезает, разве что Джериды, какие-то супер убер, Джериды за 20 с хером тысяч. Пусть будет у нее, она заслужила. Хотя еще не заслужила, но авансом, так сказать. Ну-ка, гражданская у нее одежда какая? Ну, тоже, слушай, это леопардовая напитка. Напитка леопардовая. Ну, тоже неплохо. Тут у меня Сальма ездит, Сальма Хаек. На этот раз я ставлю 25 примерно тысяч. Потому что что-то мне не нравится, что они с торговлей тут намудрили. Ну, да ладно. Я не понимаю, зачем надо было менять этот маршрут торговый. Он нормально работал, он органично вписывался в лор. То есть, это не какой-то им баланс, это, блин, долго надо было задротить. Возить этих лошадей, когда их становилось много. Они переставали что-то стоить, надо было ждать, пока их там израсходуют, купят и так далее. То есть, это была, блин, одна из единственных нормальных, как бы, механик работающих. В чем проблема? Нахера ее надо было менять? Ну, ладно. То есть, они оставили кузнечку. Ну, там, насколько-то ее, ладно, понизили значительно, в принципе. Опа. А, это фарок растет. На 14-летие фарок получил от вас особый подарок. Оценив его склонности, вы пришли к выводу, что этот дар поможет ему раскрыть свой талант. Вы подарили роскошный шахматный набор. Юноша стал возлагать на себя серьезные обязанности и выполнять их наравне со взрослыми. Вам известно, что он смог торговать не хуже опытных купцов. В отрочестве фарок пережил несколько событий, среди которых можно особенно выделить вражеские вылазки. Это событие сильно повлияло на такие его навыки, как атлетичность и езда верхом. Неплохо. Тактика еще, все. Так, давайте я не поеду к Вландии, в этот раз поеду в Сианон. Так, у меня прокачалась Рузвитка. О, супер полезный перк. Если 75% вашего отряда составляют пешие воины, то штраф на скорость передвижения в лесу снижается на 50%. У меня и так там штраф уменьшено, но еще будет меньше. Государство Стургия предлагает вам стать его наемником. Вы получите по 190 бабла за каждое очко влияние, которое вы заработаете в битвах от его имени. Вы согласны? Давай, почему нет? Как бы, правда, они тут с этой воевали, с ботанией. Блин, как бы сейчас опять не началось, а я прямо у них тут нахожусь. Сейчас меня сразу чик-чик. Так, ну, продаю лошадей. Боевой верблюд стоит тут дешевле. Вот это прикол. Они тут что, с жиру бесится? А почему он дешевле стоит, чем там? Это жесть какая-то. Я нихера не получил. Штандарт дисциплины, лорды 11 человек. Давай-ка сразимся за штандарт дисциплины. Опа, у нас тут 4 на 4 битва. Ёшкин! Нет-нет-нет-нет-нет, ёп! Спасите! Ёпа! А-а-а Пастите Бля А-а-а А, нет-нет-нет А-а-а Нет-нет-нет Нет-нет-нет не мне кирдык у меня кп мало не короче замедлился после его всю жесть вообще ну пускай пускай вам на затравочку а то постоянно блин на выигрываю чтобы так обидно еще был еще стандарт просрал а то будет совсем неинтересно постоянно выигрывать нормальные призы или проигрывать незначительное поражение надо в тонусе держать чтоб всегда думали что есть вероятность могу как бы проиграть интересно пан белор пивовар это типа на мая мастерская какая-то у меня теперь кстати тут столько рук дополнительную для всякой плавив киев с окей пусть он тоже женушкой своей управление сразу на 3 очка выросла из-за разнообразия пищи ну еще один меч шоркин конечник клинка фальшона чё в принципе это идея подождать как какое-нибудь поселение крупное осадят когда осаду снимут неважно там захватит или чтобы продать в него еду наверное точно должна тому же дороже стоит что что она гуляма из турги заключили договор наемника ну вот теперь мечи примерно по 7 штук стоят на очистку тратится в половину меньшего носливости на переплавку тратится половину меньшего носливости интересно конечно что такое за очистка ну наверно вот эти вот рез и как раз все но переплавляю не так часто так что давай вот на очистку не основном тоже можно на единичку кстати прокачать это дело так ну и все да у меня что-то в экпекрате и нет этих кинжалов хотя мне кузница принадлежит блин они должны знать не должны знать угадывать мои любые желания но этих у гео нету так что так вот это я возьму затраты на содержание отряда на 5 процентов меньше затрат на набор воинов снижается на 15 процентов тут конечно можешь можно меньше продовольствия потребляет и наличие одного продовольствия не дает штрафа боевого духа но я не буду с одним продовольствием ходить мне все равно нужно как можно больше видов чтобы управление прокачивалось быстрее гулямы из турги разорвали договор наемника со мной пока не разорвали знаешь довольны моим качеством оказания услуг она проедусь я вот туда вообще не ездил в орган он амбрелла орган арагорный съезжу посмотрю потому что по квестам заодно будут персонажи может до легок на помине ты люкон в натуральную величину я люкон закон император кальрадии и правитель городов аргорон и диатма я всегда с удовольствием прислушиваюсь к мнению честного человека с другой стороны если вы обделены этим качеством прошу не досаждайте мне своим обществом ой да ладно прям такой ты честный имперец да я был младшим офицером в ставке нерецеса люди часто вспоминают о той битве но им не хватает понимания обстоятельств в которых оказался нерецес нерецес был обязан отомстить ботанцам за нападение на нашей земли он отправился в поход со всеми войсками которые сумел собрать вландийцы предали нас но чего еще ждать от бесчестных варваров удача улыбнулась врагу что же мы сделали все чтобы защитить нашу честь это главное пожалуй нерецес поспешил когда послал нашу пехоту на холмы на штурм ботанского форта но он считал что сумеет быстро захватить перевал пока враг не успел его укрепить если бы он решил иначе и потерпел бы неудачу люди сочли бы его нерешительным я был с нерецес сам до тех пор пока стургийская пехота не вынудила нас вернуться в лагерь а затем сражался там в конце концов мы поняли что больше не сможем их сдерживать я не знаю что произошло с нерецесом и нашим знаменем а рынок вытащил нас оттуда и вернул домой раньше не испытывал к нему уважения но в тот день понял что он достоин быть императором благодарю и с последним осталось поговорить по этому квесту pugio 15 штук отлично стурги начнут устраивать собрание постоянно действующего света в которые входят самые влиятельные это государственное решение более не актуально интересно наемников не спрашивают в общем pugio 21 супер лиену переименовали в льену вот она льена великодушная честная дерзкая милосердная 27 лет давайте тогда с ней встретимся наверное роганват из тургии решил объявить северной империи войну при поддержке советников наградой станет кар булава у кузаитов но и кузаитов ни разу не было еще на турнире что посмотрю что не приготовили горячие кузаитские парни да блин сидит на месте спокойно вот так ты какой готов попадание пробитие тут марика 4 дезмач дезмач 4 все с металками попадание блин у меня металки не прокачано офигеть это я 4 металки потребовалось чтобы его убить любопытно у них тут как в китае финал лиги лиги игры престолов отлично кара за 647 шлем кочевника ну хоть брату дам нормальный шлем а то ему бошку пробьют окажется последний будет по квесту диалог дальше должны быть другие квесты кто тут миссу и ваше лицо мне не знакомо я миссу из клана киргиты тебе наверняка доводилось слышать упоминание о нем в сказаниях степняков мы носим имя одного из 12 сыновей великой волчицы матери хузаитов я леди городов болтахан запомни если когда-либо встанешь у меня на пути пойдешь на кром шакалов я проклинаю это имя этого на рецеса из-за него лишилась мужа двоих братьев и бог знает скольких двоюродных братьев киргиты никогда не были богатым кланом но всегда славились доблестью когда стало известно что император обещает отплатить серебром за сражение со стургийцами ботанцами остальными многие храбрые юноши решили воспользоваться этой возможностью самым смелым из них был мой муж он и повел их в битву мы сразились с фландийцами и победили но это была ужасная сеча лошадь мужа убили и он упал на землю перед смертью забрав жизни многих врагов на другом конце поле битвы с тургийский топор отсек голову императора и некому стало платить нам за службу таковы превратности войны но дальше было хуже когда весть о том что случилось с нашими людьми дошла до других кланов а особенно до аркитов те поняли что мы ослаблены и напали на наши стада всех кто встал на защиту убили и мончук не помешал им это научило нас что доблесть приводит к смерти а коварство к богатству если вам нужно больше информации вам стоит поговорить с двумя людьми истиана была неофициальной головой шпионов нерет сеса она живет рядом с апикратой кстати самое мудрое что она сказала наверное из тех с кем я говорил что доблесть приводит к смерти а коварство приводит к богатству а еще есть арзагос который был его телохранителем его можно найти близма руната правда говорят он сильно изменился с тех пор благодарю вот теперь новый квест сколько на него времени дают найдитесь а это один таймер на все квесты интересно нет и пикрате враждебная то есть я потерял там долбанную мастерскую я правильно понимаю или чё да я потерял мастерскую ну блин спасибо устроился на службу еще караван гопнут были где караван то и она и надо подальше там ездить надеюсь она да хорошо хоть она где-то здесь вот на южной империи так ну-ка если один динар дать это тоже сработает нет не качается обоняние обоняние обаяния блин стоп какая минимальная сумма чтобы все-таки она прокачалась ну блин сколько ну давайте сотку я давай пятихатку сразу затестим ни хрена не прокачалась интересно значит минимум касаешься нужен ну кстати если косарь нужен для прокачки это такое я бы сказал блин за все надо платить сделали неплохо в том плане что блин халявы нету с утери из клана ну-ка давай-ка битвового наемничка да сдавайтесь или умрите до боя не дойдет да конечно потому что тебя блин а ну мы почти одинаковые просто все в атаку вот блин сколько у меня фианов охереть ну тут не только фиана тут еще и всякие другие стрелки сша может я и отгребу кстати у ю ну-ка я могу стрелять с арбалета хэдшот на сотку и я его не убил но я могу перезаряжаться по крайней мере кукловод убил кукловода хотел сказать другое слово но промолчу ну ты чё ну урона очень мало но это видимо потому что ни хрена не прокаченный арбалет и сейчас он прокачивается они на моих стрелках идут сволочи сейчас все все они бегут очень разброс большой из-за того что не прокачено офигеть в голову 58 урона лишь вот там имеет смысл пока офигеть еще один болт и не убил все победка ну значит я неплохое войско сколотил я сдаюсь отзыве своих псов вы свобода нахер он мне нужен обаяние лучше прокачаю чтобы с лены это так сказать быть на связи штандарт долго зато я захватил снижен урун боевому духу при потрясениях но столько же он стоит в принципе какая-то бронюшка упадет кому-нибудь брату ли у кого-то нету нормас штандарт кстати брату отдам о какая-то еще у меня тут что-то какой-то набалдашник на меч а этот вот здесь концовка открылась 41 пуге у кузаитов чего в околате откуда это же не их профиль ну ладно дареному кузаиту зубы не смотрят точнее дареному пуге а а вот теперь какие-то слушай товары подсвечиваются зеленым что это такое типа хорошая цена ну давай попробуем купить инструменты там масло не знаю чего зеленым подсвечено то что красным явно стоит слишком дорого обычным цветом знаешь ну стоит сколько и она и стоит может быть вот что-то еще найду зеленым и потом где-нибудь продам шерсть да может быть немножко они подкорректировали вот надо на эту хрень теперь смотреть точнее раньше тоже не надо было смотреть но раньше как бы было очевидно каком какие-то вещи были очевидны и сейчас они переделали систему блин у меня перегрузы и я еду из этого медленно написано шерсть зеленая цена то есть продавать я прокачаю что ты все равно ничего не прокачалась вам уж ее мало было окей давай еще чем инструменты нет инструменты вот тип невыгодно видимо да тут шерсть везде зеленом короче неправильно подсвечено то что у меня должно подсвечено быть красным видимо имеется ввиду видимо они экономику переделали на торговле теперь нужно немножко но адаптироваться теперь торговля животными не так выгодно от империи отжали чё-то захватили замок теперь голосуют кому достанется ух ты длина у клинка 105 супер огромный меч супер огромный но стоит также как остальные ну то есть в принципе неплохо в принципе круто но на это нужно очень много времени короче да только с красной ценой надо продавать вытащить какие-то какие-то жалкие оливки продал сразу два очка торговли получил деревням что-то продавать вообще не выгодно что ли офигеть они за ту степане им нахер это не сдалось они покупают за вообще бесценок типа все производство вся инфраструктура и все месяца жира в основном в городах городские вот в деревнях ели вот эту все так я продал части еды но я надеюсь сейчас торговля пока да я был прав торговля прокачалась красную еду именно продал не кроме шуток у меня знакомые близ с северной столицы питера живут в деревне ну как бы в окрестностях которые недалеко от питера скажем так то есть им там приходится вставать в три часа ночи чтобы ехать на работу в сам питер то есть ну жесть полная там на несколько часов ехать но как бы вот так у них в деревне не то что воды нету у них там только колодец зимой тебе захотелось чайку иди колодец набирай в который там я не знаю но общем гигиена под вопросом конечно понятно что кипятить воду но все равно так что в баннер лорде они конечно реалистичненько сделали этот пунктик не знаю уж случайно или намеренно но видосику конец кто лайк и комент молодец